Бэржылдың Арасынтан не узгерде, что изменилось за один год. Предлагаю сегодня посмотреть. Хайрлы конкурмет керымдер. Добрый день уважаем зрители. Бүгін бесінчий сауыр. 5 апреля 2023 год. Сейчас еду по трассе Алматы-Кунаев со стороны города Кунаев в сторону Алматы. Город Кунаев это ранний город Капшағай. Сегодня предлагаю заехать и посмотреть, что там происходит в городе Гейт-Сити. Здесь вот сейчас можно будет проехать Бакат. Его пока что еще не открыли. Бакат тазжолы айлэ ашлмапты. Кук тимдя ашамыз деген сөз болган брақ. Айлэ ешкандай жанал жоп. Говорили, что откроют весной, но пока что тишина. Ждем. Примерно уже после Бакат, вот здесь именно, начинается с правой стороны территория Гейт-Сити. Сегодня вот есть такая дымка. На улице воняет, костром воняет. По пути ехал и видел, как на полях, получается, жгут костры. Видимо, сжигают поля. Так, приближаемся к строительству Гейт-Сити. Вот здесь вот с правой стороны находится аул Антамак. Говорят, в будущем Антамак Аула зайдет в состав Гейт-Сити. Но это еще не точно. Только что проехал поворот на Антамак. И здесь с правой стороны уже успели что-то поднять. Фрутто написано. Какая-то большая компания Фрутто. Кто-то писал, что это консервный завод. Кто-то писал, что это большие складские помещения. Вот с правой стороны огромный просто комплекс. Так, дальше здесь после этого комплекса похоже очень на... На теплице похоже, если честно. И здесь уже идет строительство самого города Гейт-Сити. В последние месяцы было очень много новостей. Как там идет строительство, что там строят. Проезжали разные чиновники, смотрели, проверяли. Также говорилось, что нашли инвесторов и будут строить все четыре города. Все четыре города будут находиться от Алматы до города Кунаев. Получается, вдоль данной Копчегайской трассы. Так, предлагаю повернуть сюда на Гейт-Сити. Здесь у города есть своя развязка. Ее заранее построили. И вот такие здесь находятся дома. Ох, ничего себе здесь дырка на дороге. Открытые люки. С правой стороной проходит небольшой канал. Заборы, дома. Уже окна вставили. Вот этого дома год назад не было. На канале можно будет найти старое видео и посмотреть. Да, было бы здорово также посмотреть паспорт объекта. Так, проедем давайте чуть дальше. Посмотрим, что здесь еще есть. Здесь с левой стороны ничего особо такого не изменилось. Больше дальше ничего не строят. Также стоит вот это одиночное здание. Вот. А здесь раньше с правой стороны был пустырь. Сейчас вот заборы по периметру камеры. И подняли такие дома. Я думаю, там если дальше проедем, будет паспорт объекта. Предлагаю посмотреть. Получается раз, два, три. Три ЖК. Все, а, даже четыре. Один зеленый с черным, другой оранжевый с черным. И вот здесь вот белый с черным. Ну, он и частично зеленый с черным, конечно. Написано, паспорт объекта РП. Первая очередь строительства ЖР Коянкос, города-спутника Гейт-Сити. Алматинская область, Ильийский район. Интересный у них сайт, конечно, нестрой КИЗ. Окончание строительства март 2023 год. Вот интересно, а кто-нибудь заехал? Вон там уже стоит газовая установка. По всей видимости, к домам провели газ. Ну, думаю, еще никто не заехал, так как здесь вовсю идет строительство. И нет никаких удобств. Ну, смотрю, строительство вовсю идет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сверху было видно, что вот эта вот новая очередь. И рядом с ним, с той стороны, тоже строится еще одно ЖК, я так понимаю. И там дальше уже чуть-чуть дальше производство, и там что-то тоже делается. И... В целом на этом все. А вот эта часть территории, которая находится чуть дальше от трассы, там, где разметили новые дороги и так далее, она пока что пустует. Я не знаю, по какой причине они строят так близко к трассе. Не знаю, может быть, чтобы жители новых домов наслаждались звуками дороги. Непонятно. Продолжение следует... Очень много вопросов и мало ответов, как обычно. Вот. Также я пытался позвонить компанию, которая вот делала генеральный план для этого города, но там никто по телефонам не отвечает. Вот. Я думал, может быть, хотя бы можно генплан увидеть вживую. Может, где-то он в городе есть. К сожалению, пока что тоже до них не добрался. Если вы знаете такую информацию, пожалуйста, делитесь в комментариях под видео. А так было бы интересно, конечно, увидеть генплан. То есть, конкретно, что будут строить, где будут строить, когда будут строить. Сейчас посмотрю, может быть, получится прокатиться на другую сторону. И... Может, там тоже есть какие-то паспорта объектов. И можно еще посмотреть вот этот дом. Что за дом такой. Мне кажется, это какой-то офис продаж. Быть может, это макет дома, который будут здесь в будущем строить. Тоже непонятно. Или в этом городе будут только высокотажные дома. Такой довольно аккуратный дом. Сходил, узнал. Там внутри есть охрана, получается. Сказали, что данное здание никакое отношение не имеет к ЖК, который здесь строится. И сказали, что это просто офис для совещаний. Не знаю, для какой компании. Ну, быть может, это для тех, кто проектировал и планировал Гейт-Сити. Может быть, для головной компании. Здесь, получается, они под мостом сделали круговое движение. Не знаю, насколько это будет работать в будущем, когда здесь заселятся люди и будет машин намного больше. К примеру, перед этим домом уже асфальтирует площадку. Или это дорога. Или это парковка. В целом, здесь, кажется, такая же информация, как и была ранее. Видимо, они ко всем объектам сделали проезд с этой стороны. Так как все машины, большинство здесь припаркованы. Получается, здесь все строит компания NestStroy. Никогда про нее не слышал. Это, к примеру, вот новый объект, который строится. В следующем году окончание. Едем дальше. Ну, если честно, я думал, что совсем ничего не изменилось за один год. Оказывается, ну, в целом строят. Насколько качественно и хорошо, не знаю, но строительство не стоит. Вот доехал до последних ворот. Здесь паспорта нет. Видимо, тот был последний паспорт, который мы ранее видели. На последний объект. Дальше здесь вот парковки. И... Который мы ранее с трассы видели. Объекты такие большие. Это, я так понимаю, все же теплицы. Будет большая теплица. А за ним какое-то предприятие. На данный момент есть вот такие изменения. Сами видели. А теперь предлагаю сюда вернуться, не знаю, через полгода или через год. Посмотрим, что и как. Рахмет Сауболингс. Спасибо и до скорой встречи. Рахмет Сауболингс.